Добрый день, дорогие друзья! 27 марта – день рождения знаменитого русского писателя, театрального критика и редактора журналов Аркадия Тимофеевича Аверченко. Среди знаменитых его произведений – рассказы «Серёжкин рубль», «Золотой век», «Робинзоны». Они по сей день актуальны, их читают взрослые и дети. К одному из рассказов писателя мы сейчас обратимся. Он называется «Рыцарь индустрии». Кем работает главный герой и почему его выбросили в окно? Давайте узнаем. Итак, Аркадий Аверченко, «Рыцарь индустрии». Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил и упал на мостовой. Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибную спину. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным? Почему не можете? – добродушно кинул он головой, в то же время укоризненно погрязив пальцем по направлению окна второго этажа. Конечно же, можете. Сойдите ко мне в таком случае, – сказал я, отходя от окна. Он вошел, веселый, улыбающийся, протянул мне руку и сказал. Цацкин, очень рад. Не ушиблись, Лилы? Чтобы сказать вам «да», так нет. Чистейшей воды пустяки. Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины, – подмигая спросил я, – хе-хе. Хе-хе, а вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе. Не желаете ли? Могу предложить серию любопытных открыточек. Немецкий жанр. Понимающие люди считают его выше французского. Не, зачем же, – удивленно возразил я, всматриваясь в него. Послушайте, ваше лицо кажется мне знакомо. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая? Ничего подобного. Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Ну, правда сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек. Заметив мой недумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал. Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ. Я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти. Так вы агент по страхованию жизни, – сухо сказал я, – чем же я могу быть вам полезен? Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос. Как вы хотите у нас застраховаться? Надо жить или с уплатой премии вашим близким после? Дай вам бог здоровья вашей смерти. Никак я не хочу страховаться, – замутал я головой. Не надо жить, я ни на что другое. А близких у меня нет, я одинок. А супруга? Я холост. Так вам нужно жениться. Очень просто. Могу вам предложить девушку. Пальчики оближьте. Двенадцать тысяч приданого. Отец две лавки имеет. Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюрду, белый жилет. Если нет, можно купить готовые. Адрес магазин оборот. Наша фирма? Господин Сацкин, – возразил я. Ей-богу же, я не хочу и не могу жениться. Я вовсе не создан для семейной жизни. Ой, не созданный. Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь, это сущий поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет с собой радость каждому новинкаличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно, имеем массу благодарности. Пробный флакончик? Оставьте ваши пробные флакончики при себе, – раздражительно сказал я. Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопыренные, морщины, маленький рост. Что такое лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обрастете волосами, как, извините, кокосовый орех. А морщины? А уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью. Всякие уши, как рукой с ними. Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать. А вы мне говорите – рост. Ничего мне не нужно, – сказал я, сжимая виски. Простите, но вы действуете мне на нервы. На нервы? Так он молчит. Патентованные холодные души, могут и складываться и раскладываться. Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы – человек интеллигентный и очень мне симпатичный. Поэтому могу посоветовать взять лучший разбрызгиватель. Он дороже, но… Я схватился за голову. Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите, сколько вам надо тюбиков нашей пасты мигрени? Фирму уж сама доставят вам на дом. Извините, – сказал я, закусывая губу. Но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал. А мне предстоит утомительная работа – писать статью. Утомительная? Сочувствую спросил господин Цацкин. Я вам скажу, она утомительная, потому что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пипитра для чтения письма. Нормальное положение, удобный наклон за две штуки семь рублей, а за три – десять. Пошел вон, – закричала я даже от бешенства. Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье? Этим пресс-папье? – презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе. Этим пресс-папье. Вы на него отуньте, оно улетит. Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я могу вам предложить целый прибор из малахита. Я нажал кнопку электрического звонка. Вот сейчас придет человек, прикажу ему вывести вас. Скорблос, клонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания. Прошло две минуты. Я позвонил снова. Хорошие звонки нечего сказать, – покачал головой господин Цацкин, – разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят? Позвольте вам предложить звонки с установкой элементами за семь рублей и шестьдесят копеек. Изящные звонки. Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и поточил к выходу. Идите, или у меня сейчас будет разрыв сердца. Это не дай бог, но вы не беспокойтесь, мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк… Я захлопнулась к господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу. Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь сдрогнула от осторожного напора и… распахнулась. Господин Цацкин робко вошел в комнату и прищурив сказал, – В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся. Они творятся от простого нажима. Хорошие английские замки вы можете иметь через меня. Один прибор – два рубля сорок копеек, за три – шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук… Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрижетав зубами, закричал, – Сейчас я буду стрелять вас! Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил, – Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука – восемнадцать рублей, две дешевле, а три еще дешевле. Прошу вас убедиться. Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно. Падая, он успел крикнуть мне, – У вас очень непрактичные запонки на манжетах, острые углы, рвущие платья, оцарапывающие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией. Пара-два рубля, три пары де… Я захлопнул окно. Вот такой забавный, интересный рассказ Аркадия Аверченко мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова очень много произведений этого писателя, ну и, конечно, другие хорошие книги. Так что приходите, пожалуйста, к нам в библиотеку. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Продолжение следует...